Привет, друзья! У нас на канале Капитан Герман новое видео. И сегодня к нам приехали гости. И не простые гости, а очень известные гости. Есть в русскоязычном ютубе такой канал, и такие ребята называются Команда А. И, внимание, Команда А сегодня в деле. Итак, встречаем! Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Ой, а может уходи. А мы с тебя что-то поедем? Пошел сложным путем. Добро пожаловать на дорогу. Девочка Просто я сюда поставил, чтобы мне как-то привыкать к телефону. Как честно на машине как будто едешь? Ну чисто, да. А хотя у нас здесь все дублируется. Здесь есть? Здесь все есть. Три прибора в лодке, это гетонизм. Да? Только в кокпите. А можно в тузик сесть куда-то типа яхта? Да, пробить. Да? Ну тебя укачает. Укачает? Укачает лепет. Мне кажется шторм должен, на то и шторм он должен вас достать врасплох типа. Врасплох. Блядь, Дима, че за хуйня? Блядь, уже яхту ровнее. Бля, мы че в шторы попали? Купили погодные файлы штормовые. Штормовые. Блядь, Дим, мы че в шторы попали? Еб There We , С want the bad. А че происходит? Шторм. Шторм, блha. Это мы просто зашли под тучё? Да, и поэтому ветер увеличил скорость. обалдеть погода за секунды изменилась это он волочит лодку местную называется йоли это рыба рыбацкая рыбацкая ну я думаю что это рыбаки но они тащат лодку Может быть, будет скоро спортивное соревнование здесь проходить. На рыбацких лодках? Нет, нет, вот на вот эти. Это не рыбацкая, это вообще спортивная. О, ничего себе, она так прям на глиссер выходит. Ну, это они ее так сильно тащат. Прикольно. В чем там, наверное, в ней люди. Серьезно? Да нет. Так, в общем, мы приехали почти на конечную точку сегодняшнего дня. Мы сейчас бросим якорь где-нибудь здесь между катамаранами. И все, будем отдыхать. Дима впервые проехал такое длительное расстояние на яхте самостоятельно. Сейчас спросим вообще, как ему. Потому что до этого, как вы поняли, ему не очень нравилось. Ну, что ты можешь сказать? Сейчас, подожди, ее нам не мешать. Суперответственно, да. Дим, там дети. Где? В лодке. Чуть правее. Вот смотри, между старой и между катамараном. Вот прямо на церковь иди. Иди, иди в церковь, Дим. Видишь, ты опять сейчас теряешь управление, потому что мы стоим. Давай вправо. Руль вправо. Стои. Руль. Понял как? Да. Вот это вот движение. Зайёбистый этот. Бросай его, Калич. Мерси. Стой. Так, круглый. Круглый, да? Круглый, да. Очень хотел бы. Еще у вас там закинали вкусной еды. Да, да, да. В инстаграме, где по 20 евро стейки, вот эти вкусные, жареные сковородки. Смешная, да. Вообще класс, класс. Миленькая, да? Красивая. Красивая всегда. Да, да, да. Слушай, ну здесь вообще прикольно. Просто на свадьбу попут. Не, ну они же здесь ремонт не сделали. Чисто для свадьбы. А так? Свадья нет. Ладно, красиво, аккуратненько так. К нам принесли меню и знаете, как оно выглядит? Это в порядке. Ааа, ну что, будем заказывать? Это кем. Ааа, ну что, кем, что ли? Вот она сгорела в микроволновке. Как будто пожар в доме был, и все что успели вытащить эту ногу курицы были. Причем она живая, была просто сгорела, потом ее ее принесли. А у Сереги вон рыба. Это как это. Это похоже на это, как желтый плацатик. Да, да, да. Только такое типа. Менеция очень хуже. Да? Что такое? Ааа. Ой, ой, ой. Все, не телекомедия. Чего? Читая! Ебаный взлет, блядь, сейчас за хуйня. Чего случилось, блядь? Читая! Зарвет, ты чего орешь? Отпустите меня, блядь. А че ты лежишь, блядь? Заживала, я загорам здесь все-то. Куда заживала? Блядь! 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 Отпусти! Ты че в розетке волосы зажал? Блядь! Да не ори ты, блядь, там будет. Блядь! Оторви! Подними! Да она не откручивается, блядь. Блядь! Придется резать! Блядь! Открути! Да она не откручивается! Открути, сказал! Ебаный взлет, блядь! Как ты, блядь, туда залез? Я ж загорал, блядь, здесь! В рубашке? В рубашке! Потому что тело не сгорело! Блядь, придется резать! Какой? Оторви! Куда я тебе голову оторвал? Открути, блядь! Развяжи, нафиг! Не развязывается она, резать придется! Да не дергайся ты! Подожди, блядь, подожди! Я сейчас это сделаю! Не дергайся! Чего ты туда полез вообще головой? Були не завязывал! Були не завязывал! Понял? Да, понял! Серьезно, что ли? А как еще его вытащишь? Открути просто! Да-да, не откручивается! Ты что, машинки хочешь? Убанутые! Да я тебе говорю, блядь, она не вытащишь! Как не вытащишь? Ты там в резьбу попала, подожди! Не, убери! Да я тебе говорю, блядь! Убери, блядь! Ты вылезти хочешь? Аааай, блядь! Режу? Режу, блядь! Блядь, блядь! Тихо! Ебаный ты! Блядь, болит так! Тихо ты! Подожди! Не дернись! Я же просто сломаю розетку! Блядь, не все! Блядь, не всё! Блядь, не всё! Всё за нахуй! Покажи куда, где ещё! Аааай! Всё за нахуй! Блядь! Натяни волосы! Всё! Что за хуйня теперь? Ебать! Ну ты, придурок! Рубашку снять? Ну да! На! На! Ебать! Да всё, так и оставь! Спасибо! Хорош, так и оставь! Ты думаешь? Хорош не давать, Блядь, волосына! Бля, криволь! По-моему, хорошо! Сотри, я хочу прическу, как у взрослого! Когда он ему ткулысину выбрил, а здесь оставил! Блядь, ну ты хуйню сделал! Блядь, садись, я ещё не доделал! На! Блядь! Ты чё, блядь, чубчик не оставляешь, ну? Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не! Абакан нормально сделал? Да, Абакан, блядь, пиздец! Зону пиздец! Поехали! А, стой! Ну, теперь готов! Только отъел так, чтобы она потянула! Поехали! 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 Ну что, как тебе под парусами? Слушай, ну мне нравится. Это более необычно, интересно, потому что, ну, мотор рычит, рычит, и всегда держит на определенные обороты. А тут хоть какое-то участие есть, ты понимаешь, что ветер дует, мне нравится, и выглядит красиво. При том, что какой-то он странный чувак еще перед нами идет, вообще делает какую-то херню, он поворачивает то влево, то вправо, то вообще как-то, ну, может он там что-то чинит, у него поломалось, но мешает же жить, зараза. Но он заставляет напрягаться и так неспокойно мне, а еще мешает. А еще неспокойно, потому что у нас спереди вот такая туча, и с под тучи обычно часто дует сильно. То есть я надеюсь, что нас, может быть, немножечко зацепит, но не сильно, именно краешком. Ну, это будет, ну, адреналин, динамично, весело-то. Ой, как пойдет, смотря, что будет за… как дует. Яфтины, дождевики. Е-е-баленький. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Слушай, да, котел звать за собой. Да, ты только там ракулиськи сильно не придет. Ракулиськ самая главная. Он там сзади приходит, говняшка, смотри назад, назад смотри. А он быстрее, да, чем выедет? Ну конечно. Байкова, в этом что-то есть. Да, есть. Сейчас будем убирать парус каким-то пацанским методом. Вот парус нас открыт. Да, ты брось его на пол, подойди к молотку, и я стану против ветра, а ты его просто обзоруй. Готов? Я сейчас скажу секунду. Готов, да? Я готов. Давай, швыряй. Улетел он нахуй. Куда? А теперь лезь на мальчик и просто его собери. А, ну я думаю, эффект не будет. Я просто его погиб. Ну как? Он упал. Бой. Бой. Матрос, блин. Ебана, брат. Давай! Полундра! Это новая локация, мои друзья. Рыночек, как обычная. Сразу после пирса. Прибросом наша яхта. Симпатичные домики. Пойдемте, покажу. Пушка. Стилево, да? Прикинь, вот так стояла пушка, ее заезжали. Лодка, и на нем два целых сидят великанов. Да, великанов. А заведение-то уже закрывалось. Он черный, потому что вулкан был, да, или почему? Потому что на Карибах все черные. Все черные, да? Даже песок. Даже песок. Это же вулканические, потому что рядом с вулканом все обычно черное. Вот начиная от Санта-Ан, там все должно быть черное побережье. Не Санта-Ан, извини, с этого. Анс-Нуар, черная бухта. Нуар. Прикольно. Аккор криволь? Креольский дворик. Ага. И посмотри на черты лиц людей, то есть это кривольцы. И они вообще непонятно, это как бы не Афро, они такие вроде Афро, вроде Индия. То есть у них непонятно, ну нельзя точно сказать. Ребята, у нас сегодня с Димой знаменательный день. У нас не годовщина, блядь, а мы впервые выходим в открытый океан. И мы сдаем экзамен по всем моментам, которые мы успели пройти. Серега говорит то, что мы в принципе готовы. И собственно говоря, вот остров Мартинин, который мы покидаем. И следующий остров будет... Так, короче, вот там дальше будет остров Доминика. Не путайте его с Доминиканской республикой. Это разные места. Ух, какая красивая. Такая плоская прямо над водой. Да, скитл. Вот, и собственно говоря, сегодня мы все отрабатываем моменты. Серега говорит, что мы готовы, да? Мы же готовы? Конечно, вы готовы. Мы уже успели открыть один парус, Мэйн, он называется так. И чуть попозже, когда мы пройдем вот этот вот остров, ветер уже будет более стабильным, откроем и джип. Смотри, какие прикольные волны. Ну да, качает уже так, не слабенько. Если до этого было более-менее спокойно, то тут уже видно масштабы, сука, океана. Ёбаный в рот. Это сколько метров волна? Я не знаю, я думаю, там до двух. До двух метров? Это фигня еще? Ну, это просто, когда ветра нету, такие волны. Нормально. А у нас будет ветер? Ну, конечно. У нас ветер будет вот там вот вдалеке, но я думаю, на камере не будет видно. Там вдалеке барашки на волнах. Вот там начинается пассат и там начинается фуууу. Ему весело, мне, ну, ну такое себе. Ну, лопрыгая так. Не, я пока не хочу, я боюсь, что я вылечу, знаешь? Смотри, смотри, смотри. Скорость у нас 4 узла. Нормально. Ветер 83 градуса с востока. Видите, я уже, блядь, шарю во всей этой хуйне. О, круто. Стремно, конечно. И боюсь, что меня будет укачивать. У меня достаточно слабенький вестибулярный аппарат в плане, если кто-то, блядь, за рулем, а не я, меня тошнит. Здесь то же самое. Но красиво. Открыть, парус. Так, точно. На бортаж, блядь. Вот этот плохо положил. Плохо положил. Сейчас уберем. Вот сюда? Да. Давай, давай, давай. Ёпа! Я думаю, что еще 2 часа, так мы и зайдем до Доминица. 2 часа? Ну, в каком режиме, а дальше мы зайдем за остров и в нашем круизерском. Ну, это хорошо. Сука, блядь, Физорское море. Чуть отвлекся, если я пиздать ее. Нет, нет, это просто волны шедут с одной стороны. Да, блядь. Что-то поменялось. Шинклует, блядь. Я только к чему-то привыкну, и он, опа, и все по-другому. Слушай, ты тут, мне кажется, на тузике охуеешь плыть. Да? Если окажешься на тузике, блядь. Мне кажется, на тузике ты не доплывешь. Я не представляю. Ну, тут такие волны и такое освещение, да. Ну, если ты, получается, потеплет крушение, то тебе пизда, скорее всего. Че скажешь? А? Че скажешь? Слушай, ну, когда ты видишь объект, на который плывешь, легче гораздо. Когда ничего не видно, сложно. Пока, ну, не хватает опыта. Но в целом, необычно. Прикольно. Уемно. Все в порядке. Все четко. Прикольно. Когда видишь объект, легче на него плыть. Не в Доминику. В Доминику. Можно и туда? Лучше в Дразиеве, чем бы. Так это и рули на Доминику. Откидывай, откидывай, быстрее. Оп. Отлично. Вот так. Все? Дима, рули. Ровно. Да, отлично. На курс. Вот, блядь. Можно было, конечно, и на самолете полететь. Но так гораздо веселее. Я тебе скажу. Поднапрягся, да, Дима? Да, ну, конечно, блядь. Че за хуйня? Чуть-чуть левее сейчас. Отдавь, Серега. Так, чуть-чуть все поменялось, смотрите. Ёхтвою налево. Там все-таки баранки, все за хуйня. Мы же хотели океанического яхтинга. Мне нравится. Океанический яхтинг. Если так не делай, если... Отпусти, отпусти, отпусти. Скорее, отпусти. Он же перекинет, да, сейчас? Да. Все, держи. Ровно. Держи. И смотри, чтобы оно у тебя ни влево, ни вправо. Вот, смотри, сейчас ты уходишь вправо. Ты уходишь вправо, и тебе будет пиздец. Ты сам себе провоцируешь. Хорошо звучит, Дим. Ты уходишь вправо, и тебе будет пиздец. Серега, а если я пойду на нос, я выпаду? Ну, лучше не ходи. Не, лучше? Окей. Не, 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 ты его не снимай. Ты что, блядь? Дима, налево уходи. А что максимум надо? Просто отпусти, вот так вот, как ты сейчас делал. Вы же хотели, яхтинга, океанического. Вы же говорили, что вам мало экшена, блядь. Ты сказал, что я часок лык. Мы будем... Копаны, буйон, блядь. Давай же, уходи. Уходи сейчас направо, сейчас делаем риф на мейне. Пошел дождь, да, че, типа, погода нас ловил худшийся, мы вот сныкались. Чуть-чуть, а Янис приходит в пиздошадь, в дождь. Топчи козюлю. Козюлю топчи, блядь. Ой. Все, прошел? Я не замечаю разницы между тем, как волнами обливает и дождь идет. Ты что, да вкус не чувствуешь, пресная или соленая? Господи, всему учить надо. Вот тебе в морду прилетела пачка воды, чувствуешь соленая, значит волна. Да, чувствуешь пресная, значит дождь. У меня все эти... Распавленная, значит соленая. Губы такие соленые, как будто я поел чипсов, блядь, солью. Коплет. Настолько сильный дождь, что невинный орд. Да. Я думаю, что скоро мы его настигнем. Острова или дождя? Я думаю, дождя в первую очередь. Я думаю, он пройдет, успеет пройти. Да? Ну, может, чуть-чуть там покапает, но такой сильный. Ну, мне кажется, там сильный такой, да? Сейчас сильный, да, там прямо. Пиздец прям. Ёбка. Шава. Мы заходим за остров. Ага. Вот мы прошли сейчас акселерейшн, мы заходим за остров, и будут волны стихать, и ветер будет стихать. А потом вообще будет вот в какой-то момент вот просто флэп, и все. Прямо сразу такой раз, и все. Тишина, да? И тишина. Падает скорость? И ветер. Все верно. Все по прогнозу. А? Все пропало. Все пропало, да. Укачивание было у тебя? Нет, я когда за штурвалом, меня не качает. А вот если куда-нибудь туда сяду, я вот думаю, что клублевал бы знатно. Да? Секунду, отлевся. А что было? Не свети ему в глаза, потому что не видно. А, бедрил, ел. Ничего, у нас там радар определил, что спереди какая-то лодка есть. Да? Да, и нам надо понять, что она будет делать, потому что темно, а ее вообще не видно. Серега говорит, что это рыбацкая, скорее всего, лодка. Может быть, непонятно, потому что она не видно. Заехать. Слушай, ну я тебе скажу так, что если, ну, представить себе, типа, с бабами поехать на яхте покататься... Это не то. Это просто пиздец. Не, не, это не тот формат. Для того... Нормально. Кто-то едет. Мне кажется, к нам. О, что ты делаешь, чувак? Я в порядке. Смотри, я в порядке, давай. Да, мы идем, мы следуем тебе. Окей. Все, фальш-старт. Отмена. Отмена? Слушай, вот так нужно было сделать? Да, да. И туда, правильно? Да, вот это. Смотри. Смотри. Вот эту вот... Апулю? Просто завяжи вот так. Так. Ну, просто, обычно. Так. И мы подъедем. Ты за руль? Я за руль. Да. Дима, ты отдаешь ему конец. Ага. И он тебе его возвращает. Ты вяжи. Только... Вот так вот есть. В принципе. Красиво, наверное. Должно было быть. Да. Такая хуйня получилась. Поэтому я не знаю, как сгибаться отсюда, нахуй. Ебаный Янис со своим яхтингом хуйню какой-то придумал. Придется делать вид, что мне все нравится. Ой, ебки, блядь. Ну, ладно. Может, черепаху там поймать, знаешь, внести вниз, сбросить ее со скалы. Что, красиво же, да? Смотри. Да. Мы думаем, что я переехал. Верная страна, да? Видно прям все. Футбольная команда? Ну, это же да. Это же футбольный статус. Наверное, местная футбольная команда. А, блядь. Это их домашний дом получается. Ну. Конечно. Не завидую я им. Мы поедем, потом покушаем вот здесь. Какой аутентичный ресторанчик. Круто. Вот там, видишь, еберки? Там сидишь и смотришь сюда. Это футбольный стоп. Делось прикольно. Для посещения вкусной еды. Да, там, наверное, очень вкусно. Серьезно? Это таможня? А человеческого входа не бывает? Где это? Может, они еще не работают? Да нет, должны работать. Время, а не в девяти. Сейчас пойду узнаю. Ну, вот здесь я бы остался. Сумью завел бы. Лодку купил для детей. Машина какого-нибудь ебаная. И все. Это доллары, евро, у них разницы нет. Курсы одинаковые. Он как бы наплачивает евро или доллары? А это же не знаю. А это ИСИ, их внутренняя валюта. ИСИ. Но не дешево здесь. Не дешево. Это бургеры, сэндвичи, либо ролл на выбор. Стоят, вот, в зависимости от курицы, 11 евро. И на выбор еще один дарнир. Ну, это чисто за кусок. За кусок? Чисто, как будто ты в забегалку забежал, знаешь, так вот. Или дома, знаешь, сейчас бургер сделаю. И еще нахрен его пережарил, потому что у тебя вот это деревянное. Сколько? 30 долларов. Спасибо. Сколько? Где-то там 35 долларов. 35 долларов, сейчас мы не 40. Считай, 170 на 4 поделим. 170 на 4. 42 доллара. Умножаем на 65. В рублях мы поделим на 2 760. Ну, абсолютно нормально. Так, что получается? Мы сейчас идем к водопаду? Водопад, внизу вода, деревья. Это не ты поел? Ой, это я поел, но это... Голодный? Голодный, да. Да, это было вкуснее, чем... Это антрикот. Трикот, по-моему, у него теперь травма психологическая. Слушай, ну здесь прикольнее, чем везде. Красиво. Да, я вот здесь спал бы, наверное. Была бы же здесь что-нибудь еда. И все. Вода, кстати, холодная. А рубашку не хочешь снять? Да, пусть снять. А? Сейчас нагрею, вот он. Ты просто сейчас в рубашке пойдешь, потом будет холодно, наверное, нет? Не похоже. Ну давай. Я думаю, что здесь по дну лучше не ходить. Просто, ну, вперед, просто. Холодно? Нет. Говорит, везде холодно. Давай. Давай, Дима, раз уж залез, давай. Давай. Дима, раз уж залез, давай. Давай. Че? Прикольно? Ну, жалко, что типо так разъебанно сюда. Да. Наверное, опасно? Да, что волной, может, обратный отнести и в нее гнешься. Ну, что? Пенка. Есть. Пятки поднял, друзей потерял. Я одну пятку. Копарики, китайские копники, луж поют рис. Сейчас я вам покажу участок дороги, который просто снесло во время урагана. Они сделали здесь объездную, ну, такую временную, которая в итоге, походу, стала постоянной. Посмотрите, они здесь засыпали тоже немножко, чтобы было безопасней. И люди не улетали сюда. Вы можете себе просто представить, какой силой должны быть волны, чтобы сносить такие бетонные плиты? Здесь просто размыло участок дороги к чертям. Смотрел на разрушенную дорогу, да? Да, я офигел. Ты представляешь, какой силой, да, должны быть волны, чтобы так разнести? Очень могу себе представить. Очень круто. Ну, хотя, да, кому как не тебе это представить? Наверное, были большие. Покормишь, Иван? Да, покормить собаку, да. Она голодная. Давай. Вы выглядите как семья с собакой из рекламы какой-то. Приехали на этой прекрасной Феррари. Вопрос. Да, да, да. У вас чисто европейская семья, знаете, это мечта европейская. Свой внедорожник, собака, море. Здесь даже дом, да? Да. Вы называете его Максимка. Вот и его название. Андрей, Андрей. Андрей? Андрей. Андрюха. Ти Андрей? Да. Ти Андрей его зовут. Максимка это гораздо лучше. Еззы. Украина здесь родилась? Ты родился здесь? Да. Да, где? Здесь. Почему ты не в школе? В школе нет. Почему? В северной. В северной. В северной. Они там живут, да? Они в этой деревне, но учатся в той школе. Спроси, у них дом не пострадал, когда был ураган? Я в северной. А, окей. Но когда был ураган? Когда был ураган? Когда был ураган, мы были в Гвадалу. Почему? Потому что ты знаешь, что ураган пришел, и твои родители двигают тебя в Гвадалу? Ураган. А когда они вернулись? Ну, после ураган. Ураган. Я имею ввиду, когда вернулись у них. Но когда ты вернулся? После урагана? После урагана, это Орган. Да. А как это было? Ураган. Ураган. Все дома были разрушены, ни одного дома не осталось. И много людей умерли. Как много? 165 людей умерли. 165 человек умерло. Он говорит, что здесь когда был ураган. Но здесь нужно еще понимать, что может он лапшу на уши вешает. Поэтому тут как бы не надо всему верить. Потому что и все дома, они выглядят как будто они здесь были. Ураган. Ураган. Нет, 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 нет. Ураган. Ураган. Он хочет, когда вырастет, воровать вещи. Серьезно? Да. Нет, мы не только вырастут. Ураган. Ураган. А второй говорит, что он когда вырастет, хочет наркотики продавать. Серьезно? Драгсмен, да. Вот такая тут серьезная тема. А спрашивай, они смотрят YouTube? Ураган. Ураган. Что это такое? Бискет. Бискет? А, печеньки он хочет. А, у нас же нет печеньки. А у нас есть яблочки. Яблочки? Да. У нас есть яблочки. Вы любите яблочки? Да. 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 Окей. Да, яблоки, да? А, не совпадет, да? Ну, мое я не хочу поэтому. А где оно, Серег? А где оно, Серег? Да. А где оно, Серега? Да. А где оно, Серега? Да. Ура! Такой гангстер, Серега. А теперь что, может камень разломать? Давай. А теперь что, может камень разломать? Давай. Ура! 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 Надо еить это. Вместо продукции. Оченьgraphичное. Но... Маню. 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 Не я, а ты. Ты, первой. Ты, второе. А у нас все по-моему, яблоко больше нету. Почему? Мы им одно яблоко дали Одно Сок, пачку сока можете отдать Вы не пробовали? Да, можно пачку сока дать Давайте отдадим пачку сока Он очень хороший Я знаю Держи Манюк 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 Да, манюк 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 Все Если вы были в Гуадилуке Вы должны знать Что это значит Жюз де помп Жюз де помп? Да Вы опланировали? Да Вы опланировали? Да Они используют зеленый аппул Да Вы правы Это аппул Жюз де помп Наши друзья хотят сделать декоративное видео И задать вам вопросы Вы не понимаете? Нет проблем Хорошо Штар Скажи Для чего? Для что? Для чего? Для чего? Для чего? Для чего? Да 200 это 200 это много, это сто экспенсив Джо, мне нужно скидывать Ты можешь просто крутить руль до упора в другую сторону И просто как начнёт парус заполаскиваться, скидывай И уже всё делаешь здесь И можно на углы ветра смотреть Ты просто выкрутил У тебя начнётся парус заполаскиваться И после переходироваться Сегодня пришло время уже практики Достаточно времени, что мы адаптировались Вроде как, да? Ну как, мне бы ещё неделька-две Я бы то же самое адаптировался Соответственно, настало время практики Посмотреть, какая польза от нас может быть Вот, наш многоуважаемый капитан Сухопутные крысы, вперёд в сантам! Так, давай капитану передадим Слово капитану Давай ещё раз Я думаю, чтоб всё было слышно С ромом Да, вы представляете? Пьянство, если вы с утра пьёте ром Это не делает из вас алкоголик Это делает из вас пирата Да, и он нас заставляет бухать Постоянно говорит, что настоящий капитан должен бухать Должен быть не трезв Слегка Не, на самом деле я пошутил А то сейчас там моралисты и всё такое Типа как пьяные Ну ладно, будем тогда врать моралистам Да, мы не пьём Вы бы знали, какой сейчас перегар здесь стоит Вы не пьёте От кого? От меня Судя по тому, что у тебя здесь тетрадка Мы будем что-то разбирать, да? Посмотрите Чтобы мы спали спокойно, а мы планируем спать спокойно Да Потому что я, когда ставлю лодку на якорь, я это делаю таким образом, что я не ставлю никаких там якорных алярмов, которые спасают лодку от... ну показывают тебе, если она начинает там куда-то дрейфовать То есть я этого не делаю, потому что я уверен на сто процентов, что лучше поставить правильно лодку на сто процентов и тогда ты сможешь быть абсолютно спокойным Итак, есть какая-то глубина, да? Ну любая Подождите, капитан, можно я вас перебью и сюда пересяду, а то... Солнышко Да Обгораешь? Я охреневаю просто А здесь на самом деле не очень длинная история, это я просто хочу рассказать перед тем, как мы выйдем То есть вот у нас есть лодка Так И у нас есть якорь, то есть есть вот точка, где мы хотим положить якорь, то есть мы кладём якорь И якорь это не то, что держит лодку, как думают большинство Держит лодку, якорная цепь, да, можно вообще без якоря положить цепь и на ней стоять, но просто её надо много, потому что суммарный вес будет держать То есть если вывалить там, не знаю, 200 метров, можно стоять без якоря совершенно спокойно Есть длина цепи, которая должна лежать на дне То есть вот я делаю так, что на дне лежит якорь плюс 2 глубины То есть если мы ставим на 5 метров, то у нас здесь должно быть 10 метров Затем, если мы его натягиваем сильно Нет, мне там пять Нет, ты просто спускаюсь вниз, один конец у вас, другая меня, я спускаюсь и замеряю глубину Вот такой у нас яхтинг Нормальный день? Как у меня здесь хештег «Яхтинг без хуйни» Это звучит как «Яхтинг с хуйней» Мы придумаем новый хештег, да Ну, вот получается вот видишь катамаран с зеленым лэзи бегом идешь туда вот так вот как сейчас потом поворачиваешь и подходишь против ветра к его жопе потом плюс-минус я должен поворачивать вот когда ты его вот так вот увидишь вот ровно под 90 градусов ты увидишь его жопу тогда ты просто повернешь и пойдешь туда а все понял а ты же говорил попала через порт его пропускать динамичненько да ты когда-нибудь слышал звук треска треска твоей яхты что-нибудь да еще чуть-чуть без вижу тебя остановка до стоп но туда видишь молодец не подел Все, глушусь теперь, ты же помнишь, он в любом случае вперед был. Это бензин, правильно? Газоэл это дизель скорее всего, а сам план это бензин. Поэтому надо у него уточнить. Вообще самое ужасное это в Испании. Там у них идет газоэл и газолео. Газолео дизель, газоэл это бензин, да и не перепутать. Гуля, а почему нельзя дизель дизелем назвать? Ну не везде, везде это газоэл. Дизель иногда дайн. А чем отличается вот эта заправка от вот этой? Ничем, это точно сам пламб это для тузика, это в тузик залез. А газоэл это наверное дизель, но скорее всего надо уточнить у них будет. Я могу спросить если хочешь. Я всему думаю. Ну давай. Че как тебе? Как мы вылезли здесь? Ну да, в целом вообще. Че, последний день получается? Последний день, да. Я надеюсь, что я сдал все экзамены. Экзамены. Достойно, да. Вот так вот деньги утекают, смотрите. Туда, 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 везде просто льются бабки. Это помимо того, что... А водоплатная тоже? А? Да. Вода платная? И вода платная. Да ладно. Ну да, стоит 4 евро. За любой размер, объем? Ну там за... По-моему, больше 6 за полный бак я не платил. Ну да, недорого. И так, короче, места в Марине нет. Походу мы будем становиться на якорь. Но на якорь, я так понял, мы встанем с вашими друзьями. С вами? Я думаю, да. Ну во всяком случае, вот там вот его кат стоит. Я думаю, мы можем вообще стать так, что просто фендеры и швартовые на него накинут. Друг-другой и объединим. Да, ну это... Но прайвеси, значит. А, незаконно, короче. Не, не, но прайвеси я имею ввиду, что приватности нет. То есть ты будешь в большой семье сидеть. Ну да, да, это не очень хорошо. Учитывая наши вечера. Да. Ваня... Ваня не против. Читка запизделись, да? Читка запизделись. Ну как говорится, вода самая здесь недорогая, поэтому ну ничего страшного. Литром больше, литром меньше. Вы слышали? Здесь есть кто? Тартл Рэски. Кто есть? Тартл Рэски. Ну специально. Ты что, спасу черепаху эту? Ну я сейчас вот им позвоню. У меня теперь есть план активиста. Бедный... бедный черепаху. Я полунула с черного. Долеваю, да, Серег? Да, да. Там же... За счет мощного напора куча пьяной идет. Открываем. Я вообще... Я вообще не понимаю, чего плеть. Ручка будет, смотри. А руль у меня куда смотрит? Руль у тебя должен быть... А. Вот сюда, налево. Ровняем. И подкулем. Нос отведите. Отведи нос. Нос отведите. Отведи нос. А почему? А он идет вот туда, он сейчас завернет и поедет туда. Черепаший вопрос. У меня есть черепаший вопрос. Вот такой вот тупик. Тупик на грабле. Тупик на грабле. У меня есть номер. Потому что мы видим, что в Big Turtle. Big Turtle. Big Turtle. Big Turtle. Вы можете, понятное дело, сделать это самостоятельно. Вот таким методом. Либо заплатить кому-то, кто перегонит ее. Либо воспользоваться вот такой вот штуковиной. Если вы помните, мы когда заезжали, она еще была на плаву. Сейчас она наполнилась водой и ушла вниз, чтобы все вот эти вот яхты постепенно погрузились в воду. То есть их привезли отхоже-то из Средиземки. Отхоже-то из Средиземки. Правильно? Сейчас сперма на... Да, я знаю, что она. Я знаю. Здесь очень красиво. Вот. Соответственно, вот богатые люди не заморачиваются, грузят. Это, так сказать, эвакуатор для яхт. Ну, это дорого, да? Очень дорого. Серег, а сколько, ты говорил, стоит перегнать вот так яхту? Ну, это 20 долларов. Ну, это такой как... 20 долларов. Как нашу. А вот такую мега яхту, наверное... Ну, это 2040, наверное. Там, ну, нету линейной зависимости. 40 тысяч долларов, чтобы понимали. Здесь место из точки А в точку Б. Из точки А в точку Б, но это через Атлантический океан. То есть это достаточно длинный путь. Нет амортизации. Ну, как автовоз для машин. Ну, все равно разные. Ну, ты понимаешь, блядь, сколько стоит эта яхта? Ну, да. Давайте спросим у Сереги, сколько стоит эта яхта, например. Серега, а сколько стоит такая яхта? Какая вот? Я думаю, миллиона три. Миллиона три? Долларов. Три миллиона долларов. То есть, что такого заплатить 20 или 30 тысяч долларов? Ну, да, это копейки, считай, на фоне. Вы когда узнаете, сколько она тратит дизеля, вот мы сейчас, например, залили дизель. У нас ушло 80 литров, и мы заплатили за них 107 евро. Мы ходили две недели под парусом, совмещенные с мотором. Вот такая яхта тратит... Сколько, Серег, ты говорил? Вот такая яхта 600-700 литров в час. 600-700 литров в час, вы понимаете? Это учитывая, что один литр дизеля стоит там, ну, евро с чем-то. Правильно? Ну, здесь евро тридцать девять. Да, евро тридцать девять. Вот здесь считаете, да? Да, умножайте теперь на 500, да? Тысячу, считай, евро в час. Тысячу евро в час, чтобы у вас работали двигатели на этой яхте. Получается, ее дешевле перевезти, чем самому ехать по бензину? Я думаю, что да. И, как минимум, безопаснее, проще. Плюс у нас, например, лодка автономная. У нас солнечные батареи. То есть вода, все, мы пользуемся опреснителем, у нас может закончиться вода, мы ее сделаем заново и так далее. А эти яхты, они все время с запущенным двигателем. Работают кондиционеры, электросети и так далее, и так далее. Короче, ебаный ты в рот, нахуй. Ты что, не видел? Я не видел, нет. А видел, но не так близко ее. А это, чтобы вы понимали, вообще какой-то полный пиздец. Потому что это мачты сверху, их пять штук, и там паруса. То есть это огромный корабль, блядь, который плывет не на дизеле, а на парусах. Как бы на дизеле тоже может, но и может на парусах. Я думаю, что он на парусах ходит только для экономии топлива. Вряд ли он сам постоянно их использует. Ну, я вообще не представляю. Я съебался управлять здесь двумя брусами, а как там это... Ну, почти. Метро сидишь на пианино, кнопаешь себе. И прикинь, там реально пианино, чувак. Там пианино, там реально кнопки открыть, закрыть, закрыть, угли ветра под каждый парус и пошел. Прикольно. Как в игре компьютерной. Такие шлюпки спасательные. Но их мало, мне кажется. А я правильно еду вообще. Можно уточнить? Я не знаю, куда вы едете. Я вообще не понимал. Так. Если нужно, можно вот здесь вот воспользоваться. Сонарчат. Что вы думаете по ходу? Смотри, открываешь ящик, привязываешь его обязательно вот таким узлом. Это ты знаешь. Вот здесь якорная лебедка. А мне, получается, нужно не стоять, да? Или может сесть? Можешь сесть, можешь что хоть что-то делать. Что пока? Можешь стоять, может просто... Feel free! Вот. Теперь мы его держим вот так вот одной рукой в нагрузке. И у тебя есть пульт. Ты ему говоришь down. Наверное, для салоп. Все, теперь мы можем поплавать? Конечно. Здесь, на самом деле, сейчас солнце выйдет. Вы посмотрите, какая здесь чистая водичка. А на сколько здесь глубоко? 5 метров ровно. 5,2 метра. 5,2 метра. Где показывает? И вон там еще дублируется, да. Здесь, вот. Депс. 5,3 метра. Вот мы здесь стоим. Ага. Трип это сколько мы проехали, получается, да? Или... Нет, нет, нет. Или вообще просто... Вот здесь трип 5082, это наш трип по карибам. Ага. То есть мы только пятерочку по карибам находили. Прикольно. Пять тысяч морских метров. Не запари дубль. Да, да, надо бы. Тут можно даже не стараться. Я думаю, что сама запись сделана для запись. Запись сделана и запись дубля. Это киношная тема. Ты просто сейчас этот... Король баланса. У тебя уже... Запись сделана. И вот после яхтинга... Долгожданный яхтинг. Как он должен быть? А, да. На самом деле, когда... Ну, типа, приезжаешь только на яхту. Все спокойно так. И думаешь, блядь, ну все равно как-то некомфортно, непривычно. Потом ты выходишь вот так вот под парусами. Возвращаешься обратно и понимаешь, что это, блядь, было райское наслаждение. И вот сейчас вот я действительно прочувствовал и наслаждаюсь вот этой тишиной и спокойствием. Потому что под парусами ты, конечно, пиздец склонил. Ну вот, друзья, закончились две недели, которые мы провели на воде. Закончились две недели обучения Яниса яхтингу. Я его поздравляю с его первой лицензией, с его первыми знаниями. Для нас было реально очень клево провести это время. Было очень весело, много шуток. В общем, мы реально отдохнули, ребята. Спасибо вам огромное. Получили просто максимум удовольствия. Друзья мои, пожалуйста, команда А, подписка на их канал. Ребята делают смешной и клевый контент. Вероятно, вы их уже даже видели, вы их уже даже смотрели. Потому что количество подписчиков у них очень большое. От меня добавлю лайк, подписка, коменты, ваше мнение о происходящем в этом ролике. И уже через несколько дней мы с вами встретимся в следующем выпуске. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok